Свой магазин одежды, швейный цех, пекарня. В центре «Мой бизнес» прошел круглый стол для предпринимателей, которые открыли свое дело благодаря социальному контракту. Представители Министерства труда ответили на вопросы бизнесменов, а те, в свою очередь, поделились успешным опытом в реализации идей. Как открыть свое дело с нуля? Что нужно, чтобы стать обладателем социального контракта? Как получить дополнительные льготы? Ответа на эти и многие другие вопросы получила и наша съемочная группа. Каждому в этом зале социальный контракт помог начать свое дело и воплотить, как казалось раньше, нереальную идею. Кто-то открыл салон красоты, кто-то начал изготавливать эксклюзивную мебель. А Сергей Бессмертный создал сыродавленное натуральное растительное масло. В 2020 году у меня супруга подсказала о том, что есть такая мера поддержки, как социальный контракт, по которому можно получить 250 тысяч рублей и, в принципе, начать свое дело. С 2020 года занимаемся производством сыродавленного масла. У нас порядка 13 видов масен. На 250 тысяч закупили оборудование. В 2020 году свое дело начала и Анастасия Григорьева. На средства социального контракта она открыла свой магазин одежды и вот уже полтора года занимается любимым делом под своим же руководством. Мне нравится эта работа, мне это удобно, потому что я работаю сама на себя. Я сама составляю свой график. Я, получается, выхожу работать тогда, когда мне удобно. Социальный контракт помог мне не только для себя найти работу, но также у меня есть уже работник, который работает на меня. Кто-то из предпринимателей только начал свой путь, кто-то уже твердо стоит на ногах. Но вопросы есть у каждого. Можно ли, вот пока социальный контракт не реализован, быть самозанятым, допустим, и еще и предпринимателем индивидуальным стать? Денежные средства социального контракта можно направить на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства, а также профессиональное обучение. Механизм соцконтракта, он на самом деле вот такой очень хороший и адресный механизм для поддержки малоимущих семей и вообще для достижения вот такой глобальной цели России – это снизить уровень бедности. Всего за три года с помощью социального контракта в Республике начали свое дело около 1800 предпринимателей. И с каждым годом их количество только растет.